Под особым контролем инспекторов весь общественный транспорт, автобусы, маршрутные такси. В разных частях города работают сразу несколько патрулей. В рамках данных мероприятий сотрудники обращают внимание на техническое состояние транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, проверяют исправность рулевого управления, наличие средств пожаротушения, автомобильной аптечки. Также обращают внимание на исправность световых приборов, наличие ремней безопасности и использование их пассажирами. В первую очередь стандартная проверка водительских документов в страховке путевого листа. Параллельно с этим проверяется работа светового оборудования, наличие двух огнетушителей и аптечка. Эта процедура, применимая к транспорту, которая имеет недавний год выпуска и считается относительно новым. А вот автобусы, стаж которых от 5 лет и выше, подвергаются более пристальному вниманию. Водитель этого транспортного средства только вышел на линию и даже не успел еще взять первых пассажиров. У инспекторов возникает сомнение по поводу исправности рулевого управления. В ход идет прибор, который проверяет допустимость люфта рулевого колеса. Буквально несколько секунд и нарушение выявлено. Вместо допустимых 20 градусов прибор показывает 22. Данное транспортное средство будет поставлено на специализированную стоянку. Для этого водителя маршрутки рабочий день окончился, не успев начаться. Инспектор выписывает протокол. Машину нужно ремонтировать. Водители отмечают, что за последнее время требования к транспорту общего пользования существенно ужесточились. Я сам не ожидал, что там немножко превышает люфт. Придется на яму заехать, посмотреть. Сейчас очень часто останавливают, проверяют. Поэтому стараемся техсостояния держать в хорошем состоянии. Профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 25 октября. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта, сообщайте об этом в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе. По телефону 8 861 33 468 82 или 02. Продолжение следует...